Подъем с переворотом, балансы, перелеты. В разгар рабочего дня во дворе жилого дома необычно и шумно. Состязаться в ловкости атлеты решили прямо на улице. Такое мероприятие проводится именно во дворе, чтобы максимальное количество людей видело это. Максимальное количество людей приходило после этого в спортивные залы. И не только молодежь, но и людей более старшего поколения. Уличная гимнастика, спорт не массовый, в список олимпийских не входит. Сочетание паркура, хип-хопа и акробатических трюков зрелищно, особенно из окна квартиры. Но и травму может нанести серьезные. Поэтому страховку для спортсменов обязательно. Роман Киселев уличной гимнастикой занимается с детства. Здоровый образ жизни поддерживает именно во дворе. Говорит, такие тренировки доступны каждому. Недалеко от дома и на спортзал тратиться не нужно. Такое самоутверждение. Ты чего-то добиваешься сам. Именно без тренеров, без особых каких-либо условий. Просто приходишь на турник, занимаешься. И все. Это просто такое прелив сил. Своё мастерство атлеты демонстрировали более часа. Гимнастам даже кошки присоединились. Не помешал спортсменам и сильный ветер. Теплые куртки они поменяли на майки. Не холодно? Нет. Турники согревают? Я думаю, погода не подвела. И сейчас мы готовимся уже к зимнему периоду. Готовим и катки, готовим хоккейные коробки, в парке Солнечном, в сквере Победы. Уличные соревнования в Саратове будут проводить регулярно. С начала года во дворах Ленинского района построили 200 спортивных площадок. В будущем возведут еще столько же. Отремонтируют тротуары и завезут новый инвентарь. Кристина Трушина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив. Новости.